Жилищный вопрос по-прежнему важен для всех, особенно если у человека нет семьи. В областном правительстве распределяли квартиры для детей-сирот. Чтобы все было честно, выбрали ведущую из числа участников и установили прозрачный барабан. Подробности у нашего корреспондента. Сейчас кто-то захочет покрутить барабан и стать судьбоносцем на какое-то время. Все остальное будет происходить на ваших глазах. В Министерстве строительства и ЖКХ области проходит жеребьевка квартир. Их будущие обладатели 35 граждан из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Распределяют 35 квартир в Энгельсе, Базарном Карабулаке и Вольске. Рабочая, дом 10, квартира 28. Площадь 31,3 квадратных метра. Количество квадратных метров варьируется от 31 до 39. Кому как повезет. У Людмилы Амахиной своего угла нет уже 6 лет. Она воспитывалась в Хвалынском детском доме, а сейчас живет у друзей. Ей досталось жилье в Энгельсе, в поселке Геофизик. Это район мясокомбината. В этих трехэтажках детям-сиротам выделена 21 квартира. У Людмилы на первом этаже, номер 3. Сразу после жеребьевки она едет посмотреть новую жилплощадь. Площадь новой квартиры почти 32 квадратных метра. Подключено отопление и электричество. Есть газ, холодная и горячая вода. Впрочем, если квартира не понравилась, человек может отказаться и подождать следующей жеребьевки. Есть право, но я очень долго ждала и думаю, будет очень глупо, если я откажусь. Возможно, когда она появится возможности ее получить? Нет. Осталось? Конечно, да, осталось. Пять лет такую квартиру хозяин не сможет продать. Новые правила жилищного кодекса появились после того, как многие дети-сироты в погоне за быстрыми деньгами остались фактически на улице. По данным областного министерства строительства ЖКХ, в этом году новые квартиры в регионе получили 448 детей-сирот. На что выделено более 650 миллионов бюджетных рублей. В 2015 году показатели снижать не намерены. Вот та задача, которая перед нами стоит, не менее 600-630 граждан ежегодно улучшать живые жилищные условия, мы тоже с самым планкой придерживаться будем. То есть снижать планку мы не собираемся. В следующем году в 10-м микрорайоне поселка Солнечный планируют ввести в эксплуатацию дом, в котором почти 200 квартир отдадут сиротам. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоят около 6000 граждан этой категории.